Добро пожаловать в «Натвафен Пайлот» с Пенни Брэдли. Сегодняшний гость — Тайлер Каала. Тайлер — человек с опытом, независимый исследователь и страстный активист по раскрытию информации, наиболее известный в сообществе «Пробуждение» благодаря подкасту «Путешествие к истине», который ведет он сам и его коллега-активист по раскрытию информации Аарон Кун. Вместе они создали платформу для обсуждения любых спорных и открывающих глаза тем без ограничений. В попытке донести информацию до масс, они пригласили меня на свое шоу. Как только они станут хорошей трансляцией, вы должны обратить на них внимание. В прошлом году они также проводили конференцию, кажется, в Индиане. Это был Иллинойс, Иллинойс, Иллинойс. Секретная космическая конференция. На самом деле на мне эта рубашка. Потрясающе. Значит, я в этом не участвовала. Я только что перенесла операцию и не смогла присутствовать так хорошо. Спасибо, что пригласили меня. Я рад быть здесь. Я рада, что вы пришли. Я продолжаю видеть эту вещь в вашем описании, где говорится, что вы опытный человек, поэтому мое любопытство было задето. Я уверена, что и у всех остальных тоже. Я не хочу ставить вас на гриль, поэтому я хочу, чтобы вы поделились тем, чем вам удобно делиться, верно? Вы можете. Я готов. Я готов поделиться чем угодно. Я бы не стал просто говорить, что я бы не стал называть себя переживающим, если бы я на самом деле не испытал чего-то осязаемого, помимо сумасшедшего сна или чего-то в этом роде. И всем, кто слушал меня так, как будто я давал интервью на других каналах и делился этими историями. Но это другая аудитория, и всегда появляется что-то новое. Итак, я был здоров, это началось сразу после того, как моя мама скончалась, когда мне было 24 года. Идет 25-й. До этого у меня ничего не происходило. Что касается переживаний, то цитируйте переживания. Почти сразу после того, как она скончалась, у меня был такой опыт, когда я был поднят с кровати. Некоторые люди говорят, что это было похищение, но я поделюсь с вами тем, что я помню, что случилось со мной. Я остаюсь. Я жил с соседом по комнате, двумя другими парнями. У меня была своя комната, и это была будняя ночь, когда я был там. Мне нужно было работать на следующий день. Я лежал в постели. У меня в комнате не было кабеля, только DVD-плеер с DVD-дисками Сайнфелд, и именно под него я засыпал. И я лежал там и засыпал под один из эпизодов, а мой пульт от телевизора лежал в кровати рядом со мной справа. И это начинает выплывать из моей кровати вот так. И я смотрю на то, как это происходит, я даже не знаю, что и думать. Как будто вы почти думаете, что спите. Как будто вы не знаете. Тогда цена становится довольно высокой, и я думаю про себя, что мне лучше взять это. И я пытаюсь схватить его, и я начинаю просто выплывать из своей кровати. У меня не было никакого контроля над своим телом, и я иду прямо к потолку. И я просто, я все еще лежу плашмя, но я как будто левитирую из своей кровати и подбираюсь все ближе и ближе к потолку. И это единственное, о чем я могу думать в данный момент. Я понятия не имею. Я еще даже не перевариваю это, мне просто нужно вернуться в постель. Поэтому я стараюсь делать все, что угодно. Мне каким-то образом удалось перевернуться, как будто вы почти чувствуете, что плывете, потому что вы не знаете. И мне удалось перевернуться. Сейчас. В то время у меня не было никаких ссылок на то, что я знал о внетелесных переживаниях, но я никогда по-настоящему не изучал их. Поэтому я подумал, что, возможно, это была моя первоначальная мысль. Я подумал, может быть, это внетелесный опыт. И так, я полностью ожидал увидеть свое тело в постели, в то время как у меня в комнате были эти зеркальные дверцы шкафа. И однажды, как только я повернулся, я увидел себя в зеркале, в воздухе с пультом от телевизора, парящим рядом со мной, и я не был в постели. Вот тогда я запаниковал. Я такой, о черт, это реально. И так я начинаю пытаться в основном плавать, как будто я не знаю, как летать. Я пытаюсь снова лечь в кровать, и я как собачка греб обратно вниз, и это сработало. И когда я приблизился к кровати, что-то овладело моим телом, и мои руки и ноги скрестились. Я думаю, это то, что я называю позой мумии. И меня развернуло и как будто швырнуло на кровать. Как если бы там было чье-то присутствие, которого я не мог видеть. Но это был первый раз, когда я когда-либо испытывал сонный паралич. Но с тех пор у меня был сонный паралич. Это было прямо-таки напряженно. Я не знаю, что это было. Я не мог пошевелиться. Я едва мог дышать. Я пытался позвать на помощь. В тот момент я подумал, не умираю ли я. Я такой, я такой. Я помню, что у меня была такая мысль. Я такой. Это так? Как будто кто-то найдет меня утром мертвым. Как будто меня прямо сейчас убивают. Я не знаю, что происходит. И я сижу там вот так, и я просто в панике. Я пытаюсь двигаться, я пытаюсь бороться. Я типа не знаю, что и думать. И я как бы признаю свое поражение. В этот момент у меня возникают все эти ужасные мысли. Я думаю, что умираю. Потом на меня что-то нашло. Это как, нет, Тайлер, ты можешь это сделать. Вы можете выбраться из этого, вырваться на свободу. Что вы делаете? Просто пошевелите руками, пошевелите телом. И я думаю, что сижу там. Я помню, как мысленно говорил себе, ну же не будь слабаком. Не будьте слабаком. И я помню, как говорил себе это, и я не знаю, где я нашел эту силу, но я вырвался из этого и вскочил с кровати, распахнул дверь, побежал по коридору на кухню. Я обернулся, как будто совсем запыхался. Я такой, какого хрена вы знаете. Оглядываясь назад по коридору, ожидаю увидеть, как кто-то выходит из комнаты. И я даже не знаю, как долго я стоял на кухне. Мне показалось, что прошла целая вечность, потому что я пытался переварить все, что только что произошло. Поэтому я медленно пошел обратно по коридору и как бы заглянул в комнату, потому что мне было страшно. Я не знал, что, черт возьми, произошло, и я ничего не видел. Все казалось нормальным. Я просто медленно вернулся в постель и всю ночь обдумывал то, что произошло. Я отменил работу на следующий день, потому что больше не ложился спать, и это было началом. Я не думаю, что у меня было бы то же самое. Это было началом нескольких лет подобных переживаний. Похожий сонный паралич, некоторая левитация, что-то еще. Но это было катализатором. Это был первый номер, и именно с него все началось. И в течение многих лет все мои переживания были на самом деле очень негативными, пока я не понял, что начал проходить через это пробуждение. Произошел целый снежный ком синхронностей. Меня привели к людям, которые, как и вы, были. Я изучал методы исцеления и различные инструменты за своим плечом. Я понял, ой, я действительно могу что-то с этим сделать. До этого я думал, что я просто жертва этого. Я понятия не имел, что делать. Потом я начал учиться ставить защиту, проводить расчистки и все такое прочее, и я действительно смог взять это под контроль. И это было началом всего этого. Так и тогда, с тех пор было еще много чего, и я не знаю, куда вы хотите, чтобы я пошел после этого. Но да, это был первый случай. Мой комментарий, это прежде всего, я рада, что вы поняли, как получить некоторый контроль. Во-вторых, это происходит вот так поэтапно. Это как будто вас ударили, и вы должны научиться возвращать себе хоть какой-то контроль. Или, по крайней мере, не пугайтесь каждый раз, когда это происходит верно. И мне потребовались годы, чтобы не испугаться. И тогда я вздрогнул, потому что всякий раз, когда вы приходили, я был спящим. Я был в коме, как будто верил в инопланетян, снежного человека, паранормальные явления и все такое прочее, но я никогда не заходил дальше этого. Да, но до этого я понятия не имел ни о чем из того, о чем мы сейчас каждый день говорим в шоу. И я только что осознал, что осознание того, как избавиться от страха, было огромным. Я никогда не думал о том, что вы отдаете свою силу всякий раз, когда чего-то боитесь. Так что вам просто нужно научиться не бояться этого и вернуть себе свою силу. И это действительно самый большой ключ. Но это очень, очень сложный и подробный рассказ о том, как я на самом деле преодолел это, потому что я начал с осознанного сновидения. И я действительно смог увидеть эти сущности в своем сне до того, как они добрались до меня. И я смог бы проснуться до того, как они доберутся до меня. И вот как я закончил тем, что остановил это. Поэтому каждый раз, когда я знал, что они проникнут, и вы можете это сказать, потому что они не вписываются в вашу мечту или какой бы то ни было ваш опыт. Они лазутчики, и я научился их распознавать. И как только я их увижу, я сам проснусь. И если бы я их не видел, и они добрались бы до меня во сне, вот тогда я бы проснулся парализованным с темной сущностью на мне. Или если бы я проснулся прямо перед тем, как это дошло до меня во сне, я бы проснулся, и рядом с моей кроватью стояло бы что-то вроде темной сущности. И я помню, как однажды я проснулся, и эта штука выглядела так, будто я напугал ее до чертиков, и она просто взлетела и выскользнула из моей комнаты за дверь. Но если бы я сам не проснулся, я полагаю, что оно готовилось сделать то, что оно готовилось сделать, забравшись на меня сверху. Поэтому мне пришлось учиться и выяснять, как пройти через это. Но я это сделал. Какой совет вы бы дали другим людям в такой же ситуации? Часть осознанного сновидения. Люди всегда спрашивают, как вы этому научились. Я этого не делал. Это было то, что я только что понял, что могу сделать. Но, по-видимому, есть, например, видео на YouTube и прочее, что вы можете посмотреть, где люди любят вас тренировать. Вам может понравиться практиковать осознанные сновидения и становиться в этом лучше. Это действительно то, что спасло меня. А потом, когда я просыпался, я не просто снова засыпал. Вот тогда я бы сделал расчистку и выставил свою защиту. Это всегда выглядит по-другому, потому что я всегда изучаю разные техники, а вы всегда меняете их. И если вы не измените это, они найдут способ проникнуть внутрь. Это похоже на то, как велоцираптор проверяет забор, и они просто пытаются это сделать. Это действительно хорошее описание. Да-да. И это то, что они делают. Они пытаются и пытаются до тех пор, пока вы не ослабите бдительность, и люди скажут, может быть вы, возможно, вы создаете или проявляете эти атаки. Устанавливая защиту от них. Я такой, нет, потому что, как только я уволился, все началось сначала, верно? А потом, как только я перестану выставлять защиту, вот тогда они действительно достанут меня. Потому что я потерял бдительность, и мы находимся в центре духовной войны. Галактическая война, называйте это как хотите. Мы же не можем просто выйти туда, снять доспехи и сказать, давайте посмотрим, что произойдет. Вы знаете, что никогда бы не сделали этого на поле боя, как будто сейчас идет настоящая война. Многие люди не понимают, что это духовная война. Это не столько война с инопланетянами, потому что им в значительной степени запретили приходить сюда. Да, это похоже на войну измерений. Да, это многомерная ситуация, и их много. Потому что мы меняемся, и границы становятся все более проницаемыми. Некоторые из нас переходят в их измерения, а некоторые из них переходят в часы. И, как вы сказали, он был напуган, когда вы проснулись, потому что он тоже не знает, кто вы, верно? И подумайте об этом. Они должны подумать о том, насколько они слабы на самом деле. Откуда берутся эти комары? Они должны быть. Они должны быть шпионы. Вы могли видеть это по камере. У меня здесь мухи, так что если я буду прыгать, мы оставим заднюю дверь открытой, чтобы кошки могли выйти во внутренний дворик, верно? Нет, но подумайте об этом. Подумайте, насколько они слабы. Они должны подождать. Они должны были застрелить вас. Они не могут напасть на вас днем. Они должны подождать, пока вы не погрузитесь в самый глубокий сон, в ваше самое уязвимое состояние. А потом они приходят и дешево стреляют в вас и застают врасплох. У них нет сил делать это, пока вы бодрствуете и пока вы в сознании. Я имею в виду, что это главный-главный признак слабости. Так что это говорит вам прямо здесь, как будто мы намного могущественнее, чем они. Я, когда я только разбиралась со своими воспоминаниями, у меня был друг на Фейсбук, который играл со многими вещами. Он не думал, что они настоящие. Значит, для него это была большая игра. Его первое имя было Питер. И нет, это не Питер Инсайдер. Это кто-то другой. Но Питер научил меня этой технике защиты, экранированию. И это форма зеркального экранирования, так что если появляются эти существа или люди, которые проявляют любопытство к удаленному просмотру, они видят сами в себя. Они видят себя, они не видят меня. И он предназначен для того, чтобы впускать воздух, любовь, свет и все такое хорошее, верно? Но они не могут просто пройти через это. Если они попытаются пройти через это, они будут поражены в основном полудюймовым плексигласом, верно? И поскольку он научил меня подключать его к квантовому статическому полю, это не одно из тех волшебных устройств, которые исчезают каждый день. Он будет стоять там годами, и мне не придется тратить много энергии на его поддержание. Это на самом деле очень интересно, потому что я всегда задаюсь вопросом и говорю себе, что когда я делаю свои расчистки, я ставлю защиту. Мне нравится, дайте ему ограничения по времени. Я такой, хорошо, давайте продолжим это до конца недели или по крайней мере до конца сегодняшнего дня. Но мне кажется, что вы всегда вроде как латаете все заново. И это прекрасно. В любом случае это полезно практиковать. Но было бы неплохо иметь что-то такое, что просто есть укрепленное, и вам не нужно постоянно беспокоиться об этом. Но да, я это сделала. И в моей жизни есть люди, которые являются магами, и они продолжают пытаться войти и увидеть, кто я на самом деле. Я публичный человек. Если люди до сих пор не поняли, кто я на самом деле, значит я неправильно выполняла свою работу. И мне нужно вторгаться в мое личное пространство. И это большое дело для женщин, потому что мы так часто пользуемся преимуществом, верно? Итак, моя защита важна для меня, и я та, за кого себя выдаю. И если вам придется копаться в моей защите, чтобы увидеть меня, поговорите со мной наедине. И если это так, то лучше бы у вас была чертовски веская причина, верно? Да, это произойдет. Это неизбежно. Всегда есть люди, сущности, что угодно. Как я уже сказал, это война, так что у вас всегда будут такие люди. Но я просто стараюсь не зацикливаться на них. Не давайте им слишком много энергии, потому что вы даете им силу, когда признаете их. Как бы то ни было, делайте, что хотите. Да, но Питер научил меня, как делать экранирование. И в то время, когда это было действительно необходимо для меня. И я благодарна, верно? Да, да. Итак, опыт прошел. Когда я начал проходить через свое пробуждение, они, они начали становиться позитивными. Я начал. Не все они были отрицательными. У меня начали происходить некоторые позитивные вещи. И я имею в виду, что я много рассказывал эти истории, но я просто расскажу вам ради этого, как и раньше. Я их не слышала, так что они для меня в новинку, верно? Итак, у меня было это, я думаю, вы могли бы сказать, внутреннее земное существо, или кто бы это ни был. Это была фаза появления кого-то в моем доме, в моем подвале, и я был активен. Я только что узнал о существах внутренней земли и обо всем остальном. И я узнал о том, как вы можете общаться с ними, и просто о разных методах и модальностях. Поэтому я отнесся к этому очень серьезно, и так оно и было. Каждую ночь я сидел там и медитировал, настраивая свое внимание так, словно изо всех сил пытался общаться с ними. Как это было на самом деле? Это почти поглотило меня. Как будто я только что встал. Я подумал, я знаю, что могу это сделать. И я делал это почти месяц, и ничего не произошло. И однажды ночью я лег спать. Я сплю в своем подвале, лег спать и проснулся от текстового сообщения, в котором говорилось, вы готовы встретиться с нами? И вот тут людям нравится, о, они не пишут вам смс, как хотите. Вот что произошло. Они могут делать все, что хотят, верно? Я получил текстовое сообщение с неизвестных номеров, что вы готовы встретиться с нами. И я знал без сомнения, как будто это были они. Я не знаю, как я узнал, что вы просто знаете. И я ответил, конечно. И я сказал, подойдите к вашей задней двери. У меня есть запасной подвал. Поэтому я встал, подошел к задней двери и открыл ее. Я смотрю на свой задний двор, как будто ожидая увидеть корабль, НЛО или что-то в этом роде у себя во дворе, и я ничего не вижу. И я смотрю вверх. Я осматриваюсь. Я сижу там около минуты, смотрю и думаю про себя. Чувак, кто-то разыгрывает меня. Как будто один из моих друзей издевается надо мной или что-то в этом роде. И я разворачиваюсь и возвращаюсь внутрь. И как только я это делаю, эта высокая блондинка буквально постепенно проникает в мой подвал. Во-первых, это поразило меня. Она напугала меня не потому, что была страшной, но это напугало меня, потому что я не ожидал увидеть кого-то, стоящего там посреди ночи. Да. А во-вторых, как только она начала постепенно входить, вся плотность комнаты изменилась, и я не мог пошевелиться. Я чувствую, что она оглядывается назад на это, я чувствую, что ей пришлось изменить частоту комнаты, чтобы проявиться в или появиться как фаза так, как она это сделала. Потому что они не могут, они не могут существовать в нашей плотности. Так что когда она это сделала, я был заморожен. Как будто это было примерно так, как во сне, когда вы пытаетесь бежать, но не можете пошевелиться. Как будто я только что полностью замерз. Я смотрю на нее, высокий, светловолосый, красивый. Мне нравится только верхняя половина ее тела. Она не была полностью видена в действии, но она была прозрачной. И на ней было это похожее на белое платье с этой синей подкладкой, с этими похожими на подвеску светлыми волосами. И все это было так, как будто ничего не было сказано вслух, но это был телепатический разговор. И даже тогда это было не так много на словах, как это так трудно объяснить таким людям, как вы. Просто загрузите информацию. Вы даже не слышите этого в словах. Вы просто все. Вы просто точно знаете, что она говорит. Я понимаю это. У меня были существа. Я заставила аннунаков использовать свои передовые технологии, так что физически их здесь нет. Но у них есть голограмма, которая появляется прямо здесь рядом со мной, и она выглядит сцельной, за исключением того, что вы можете просунуть сквозь нее руки. И когда они разговаривают, я не слышу их языка. Я, я думаю, слышу за неимением лучшего слова, я слышу это по-английски, верно? Совершенно верно. И вы точно знаете, что они сказали, но не знаете точно, что это значит. Если бы кто-нибудь спросил вас, что она только что сказала, вы действительно не смогли бы им ответить, потому что она не произнесла ни слова. Но вот что она сказала. Она сказала, дорогой, ты еще не готов. Это именно то, что она мне сказала. И я знал. И к этому прилагалась целая загрузка. И как только она это сказала, она отступила, и я снова смог двигаться. Я бегу обратно в свою спальню. Первое, что я заметил, это то, что моя собака как будто под действием успокоительного. Обычно, если бы я встал посреди ночи и открыл дверь, она была бы там со мной. И я понял, что ей дали успокоительное. Как будто под действием успокоительного, просто так тяжело дышит. Но потом я проверил свой телефон, потому что собирался сохранить эти сообщения на скриншоте, и они исчезли. На моем телефоне не было никаких сообщений, и я лежал там всю ночь, просто думая о том, что черт возьми, только что произошло. И да, я получил сообщение типа, вы так сосредоточены на общении с нами, и это не ваша миссия. У вас так много всего. У вас здесь так много других дел, например, беспокойство по поводу общения с нами не входит в этот список. В принципе, как будто будет время и место, когда это может произойти. Но у вас здесь есть работа? Да, и я пренебрег всем в своей жизни, пытаясь общаться с ними. И я думаю, что они просто наконец-то должны были появиться и сказать, о боже, бедняга, нам нужно просто нужно дать им узнать. Прекратите попытки связаться с нами и возвращайтесь к своей жизни. Потому что я был, я пренебрегал этим. Но на следующую ночь я пошел спать. Я собирался лечь спать и только что погрузился в медитацию. Я представил, что соединяюсь с ней точно так же, как я это делал. И я сказал, я знаю, что я не должен пытаться связаться с вами, ребята, или общаться с вами больше, но не могли бы вы, по крайней мере, сказать мне свое имя. И в первый раз за все время это звучало так, как будто я был в наушниках, но это было как в моей голове, как у эльфа из «Властелина колец», сказала она. И я не знаю, что именно. Я не знаю, как это пишется. Но у меня был маленький кусочек картона. Этот восковой кусок картона и оранжевый карандаш на моей тумбочке. Я не знаю, почему, а я пытался писать. И это было написано не на вощенном картоне. Но я все равно написал достаточно и написал это как можно лучше, чтобы не забыть. Но мне не нужно было это записывать, потому что это было как бы вытатуировано в моем мозгу. Да, это? Да. Это был еще один дикий опыт, и у меня было больше. Но я имею в виду, что я мог бы продолжать, и мы могли бы перейти к чему-то большему. То, что я бы назвал, я бы не сказал СП, но они больше похожи на воспоминания. Это может быть связано с СП, но это определенно связано с какой-то программой. Это ваше интервью, где бы вы не хотели его взять? Это тоже ваше. Вы можете спрашивать меня о чем угодно. Итак, если у вас есть дополнительный вопрос или что-то в этом роде. Да, я буду задавать вопросы по мере их поступления, и у меня будет информация, основанная на моем опыте. Но у вас все хорошо. Я мог бы. Есть еще один случай, когда я оказался не физически на корабле, а таким, каким я был. Мое сознание было на корабле, и они работали надо мной. Это было. Теперь у меня вопрос. Как вы узнаете, находитесь ли вы там физически или нет? Потому что это большая проблема для людей, которые связались со мной. Я знаю, что это не так, потому что в то время у меня были всевозможные переживания, как будто это было безумие и все мое. Внезапно в один прекрасный день они прекратились, и я почувствовал, что у меня начались эти изъятия. Но в то же время они были похожи на разрушение моей жизни, потому что это было так, и я слишком много помнил. И когда я, наконец, подключился и получил ответ, они сказали, что, по их мнению, у меня было такое чувство, будто что-то случилось. И я слишком много вспоминаю, и им, по сути, пришлось отключить меня, чтобы я не помнил. Потому что они сказали, что я бы на самом деле начал сходить с ума. Как сумасшедший, сумасшедший дом для душевнобольных, как я должен был бы быть зарегистрирован в институте, потому что я был. Я бы начал сходить с ума. И я уже был там, потому что то, что я испытывал ночью, было таким фантастическим, невероятным, темным и ужасным одновременно. Иногда, что мой я не мог. Я пропал без вести. Я потерял счет тому, сколько рабочих дней я пропустил. Я был полностью. Я перестал разговаривать со всеми, потому что был поглощен происходящим. Поэтому они отказались от этого ради моей собственной безопасности. Но возвращаясь к вашему вопросу, итак, у меня были эти переживания. И что произошло? Почему? Я не знаю, почему они разбудили меня таким образом. Это как будто они позволяли мне вспомнить, и они будили меня, а затем говорили мне снова закрыть глаза. И когда я закрывал глаза, я оказывался где-то в другом месте, и со мной просто происходили все эти удивительные вещи. Иначе я бы проснулся, и моя комната была бы похожа на наложенную голограмму, похожую на джунгли. Как будто я был в джунглях, но я также был в своей комнате. Это были действительно странные вещи вроде этого. Но однажды я проснулся, и там была голограмма серого инопланетянина, похожая на голову серого, точно парящая над моей кроватью. И там было сказано, закройте глаза. И я немедленно закрыл глаза. Я был на столе В. В. Я думаю, на корабле. Я не знаю. Он был просто таким ярко-белым. Я могу только предположить, что это был корабль. Я не мог видеть комнату, потому что был практически ослеплен. И я не испугался. Я был взволнован. Я такой. Срань Господня, это так. Я всегда слышу эти истории о людях, которых доставляют на борт корабля. Теперь это происходит со мной. Так что я такой, где я нахожусь. Кто вы такие, ребята? Что вы делаете? У меня миллион вопросов. Все это телепатически. Вы ничего не говорите. Все это телепатически. Радиомолчание. Там три маленьких серых коротышки. Это не так. Это были не серые. Они были похожи на серых, но они не были серыми. Маленькие коротышки, парни с тремя пальцами, по трое с каждой стороны от меня. А какого они были цвета? Я не мог. Так и будет. Позади них был яркий белый свет. Так они были почти коричневыми. Я бы сказал, что не совсем зеленый. Но это больше похоже на то, что они были силуэтами, чем на что-либо еще. Потому что вы знаете, как это бывает, когда позади кого-то горит яркий свет. Значит, они сканировали меня. Они работали надо мной. Я был как бы прикован к этому столу этими светящимися полосами. Я знал, что они не прикасались ко мне. Это было похоже на энергию, что-то, что было на моем запястье и что-то, что удерживало меня. И они сканировали мое тело. Я могу сказать, что они работали надо мной. Во всем этом не было ничего злонамеренного. Я чувствовал себя в полной безопасности. Я чувствовал себя в полной безопасности. Вообще-то. Я даже отдаленно не испугался. Я действительно был взволнован. Я был расстроен тем, что они не разговаривали со мной, но вибрация была такой сильной. Мое тело физически вибрировало на таком безумном уровне, что я чуть не наложил в штаны в своей постели. Например, в моей постели. Я помню это. Да, и у меня есть во время этих эпизодов. Да, я просыпаюсь в луже и думаю, о боже мой. Правда? Это интересно, потому что я сказал им, что я такой, ребята, мне нужно пописать. Или мне придется писать так, как я собираюсь писать. Как будто это должно было произойти. И это похоже на то, что они прервали связь, и я встал и пошел в ванную. Но все это время я чувствовал, что у меня что-то прикреплено к макушке головы. У меня просто покалывало в макушке. Мне показалось, что я к чему-то полностью привязан, и я снова возвращаюсь в свою постель. Я заметил, что моим собакам дали успокоительное. То же самое. Я ложусь обратно и сразу же закрываю глаза, и сразу же я снова на корабле. Например, после того, как я пошел в ванную. Это почти похоже на то, что эта часть никогда не отделялась, что она продолжалась. Они просто позволяют вам вернуть ваше сознание в ваше тело, верно? Сходить в ванную, да. Тогда я снова лег, и они продолжали сканировать меня. А потом вдруг этот похожий на насекомоподобный гибрид парень, намного выше их, вошел в комнату и почувствовал себя доктором. Они чувствовали себя как медсестры. Он чувствовал себя врачом. Это было совсем не страшно. Я пытался найти похожее изображение в интернете, но ничто точно не соответствует тому, что я видел. Так оно и было. Это был гибрид. Это было похоже на смесь примерно пяти разных насекомых. Вот как это выглядело. Хорошо, и он вошел. Вы знаете, как доктор вводит свет в ваши глазные яблоки. Это то, что он делал. Но своими глазами он проделал весь путь наверх, и он идет вот так, смотрит мне в глаза туда-сюда, смотрит на маленьких ребят и кивает. И тогда все это сломалось. Связь прервалась, и я просто лежу в своей постели, как будто это только что произошло. Потому что было бы неплохо, если бы он дал вам какое-то заключение. Верно. Годы спустя я узнал об этом, например, во время сеансов, гипноза и прочего. Я вернулся ко многим из них и получил больше информации о том, что это могло быть, и в частности о том, что произошло в этом случае. Я не знаю, правда ли это. Это только что пришло во время сеанса. Очевидно, каким-то образом я делал что-то в Астралии или кто знает программу, что угодно. И мой я чуть не умер. В основном моя душа. Со мной кое-что случилось, когда моя душа почти не вернулась в мое тело, и они, по сути, проводили экстренную операцию. Вот почему я смог вспомнить все это. Как будто не было времени. Они заставили меня быть настолько спокойным, насколько это было возможно. Я бы никогда даже не узнал, что что-то не так. Если это то, что они делали, я не уверен, но это то, что произошло. Так что ладно, я не знаю. Я все еще могу только догадываться, просто строить догадки. Это действительно интересно. Значит, это была смесь трех или четырех разных насекомых, потому что на Марсе я общалась с теми, которые выглядят как муравьи. Это было очень странно. Муравей был здесь как бы видным. Они выглядят как муравьи, и живут как муравьи, и у них очень структурированное общество. А это ребята с Марса. А еще есть группа, которая находится в космосе, и они очень... Они похожи на богомолов, за исключением того, что их головы похожи на кузнечиков, верно? И это империя. У них на самом деле есть империя жуков. И это те люди, которые ею управляют. А еще есть небольшая группа, которая участвовала в войне и потеряла свой родной мир. И они выглядят как девятифутовые тараканы, верно? И это те, кто вызвал меня, как будто я была демоном. Я никогда этого не забуду, потому что, когда они вступают в телепатический контакт, вы тоже получаете их эмоции. Верно. И этой конкретной группе было совершенно ясно, что они думали, что вызывают демона. Такое впечатление у них сложилось обо мне из-за моей службы в космосе, верно? Это могло быть. Это был тетя богомол или почти как муха. Это напомнило мне муху. Это было действительно странно. Это просто, это, просто чтобы у него были крылья. Нет, точно так же, как глаза того, что вы увидели бы у мухи. Я действительно не знаю. Это было так странно. Это было похоже на то, что все это смешалось с человеком. Потому что это было сделано пил. Это не так. Это было не похоже. Я помню, что на нем было что-то вроде куртки или что-то в этом роде. Я помню ошейник, но это было все. Да, так оно и было. Это было довольно дико. И вы знаете все, что у меня было. Итак, все эти странные переживания. А потом, когда я узнал о СП в 2017-2016 годах, что бы это ни было. После нескольких лет по-настоящему погружения в это, у меня начали возникать различные типы переживаний или то, что вы могли бы назвать воспоминаниями, и это было очень интенсивно. Всякий раз, когда у вас появляется то осознание, которое вам нравится, у вас появляется другая версия вас самих. Я знаю, что проповедую здесь перед хором, но как и для меня, для меня это было похоже на то, что мне действительно должно было понравиться, и я не хотел это принимать. На некоторое время. Я пытался списать это на что угодно. Я некоторое время не говорил об этом. Я до сих пор не говорю об этом так много, потому что не хочу, чтобы это выглядело как какой-нибудь инсайдер СП или что-то в этом роде. Все, что я знаю, это то, что у меня просто есть вещи, которые я помню и которые я не могу объяснить. Это неуместно. Да, у меня было кровотечение из-за опыта работы с некоторыми из моих алтарей, которые все еще находятся в эксплуатации, и сначала это действительно приводило в замешательство. Потому что я была бы там и не могла ни на что повлиять. Я просто нахожусь там, смотрю глазами этой версии себя и чувствую, и в то же время человек, в теле которого я нахожусь, совершает действия. И когда я становилась по-настоящему эмоциональной, я могла влиять на происходящее там. И я закончила тем, что взорвала фабрику. Да, они создавали киборгов из людей, и я взорвала это место. И что касается конкретного доказательства этого, я взорвала его и сделала комментарий по этому поводу. А потом в отчетах НАСА появилось сообщение о том, что на Марсе был действующий вулкан. О, это был не вулкан. Это был взрывной фактор, верно? Верно. Очень интересно. Это сводит с ума всякий раз, когда вы начинаете, когда вы думаете, что это что-то чисто ментальное или внетелесное. А затем вы начинаете получать физическое подтверждение того, что это произошло на самом деле. И это начинается с того, что вы начинаете говорить. Черт, верно, верно. Да, я имею в виду тот первый, который у меня когда-либо был, был очень похож на секс-рабыню. И так оно и было. На самом деле это очень тревожно. Но я оказался в подвале этого здания, которого не было. Это был подвал первого уровня, потому что наверху было окно. В верхней части подвала были окна, так что я все еще мог видеть снаружи, но все они были затемнены. Меня спустили вниз совершенно голым и поместили в эту комнату, где было что-то вроде кресла-подушки, журнальный столик, телевизор и все такое. Это было похоже на жилое пространство. Но там были другие дети и взрослые, которые тоже были голыми, и это была просто комната этих голых людей. Мне казалось, что мы были просто тюремной камерой, в которой нас держали. И я помню, как сидел там, и я как бы пытался сказать им, что я такой, ребята, мы должны вырваться отсюда. Вы не знаете. Они такие, что вы имеете в виду. Как будто мы не можем выбраться. Отсюда нет выхода. Как будто я такой. Вы не знаете, что они собираются с нами сделать. Я знаю, что они собираются делать. Я просто каким-то образом понял, и я подумал, мы должны сбежать. А потом они приходят, парень возвращается и приносит это. И так, в этом кресле-подушке сидит женщина, совершенно голая. И они привели этого другого ребенка, которому было, я не знаю, 10 или 11, но он был как гермафродит, как самец и самка. И он сразу же сел на колени к девушке, как будто они знали друг друга, и как будто она сидела там, как будто щупала их и сказала, что это ужасно. В любом случае, я такой, ребята, мы должны убираться отсюда. Вы не понимаете, как будто мы собираемся. Они готовятся изнасиловать нас. Я знал, что это то, что должно было произойти. И так этот парень возвращается в комнату. Он все время приходил и уходил. Он сохранил маленькую лестницу. Он возвращается в комнату, а я просто схватил что-то и начал швырять в него дерьмом, как все, что смог найти. Я бросаю это в него, и я могу сказать, что ему заплатили. Он не мог нас тронуть. Я могу сказать, что он хотел просто нокаутировать меня, но он не мог прикоснуться ко мне. Он не мог по какой-то причине. Значит, он как будто хотел убить меня, но не смог. Я швыряюсь в него дерьмом. Он уходит, и я знаю, что ему помогут. Я взбираюсь наверх, выбиваю одно из окон и пытаюсь. Я буквально вылезаю из окна в... Была ночь. На улице было очень мокро, как будто только что закончился дождь. И это было глупо с моей стороны, потому что они уже... Они уже вышли на меня. И там был такой лимузин, такой старомодный лимузин, рядом с которым стоял этот парень. Чтобы выглядеть как тот темный, тот злодей из Вилли Вонки, тот парень в черной шляпе или что-то в этом роде. Вот о чем он мне напомнил. И это всегда заставляет меня задуматься в этом фильме, почему они выбрали его, чтобы следить за детьми. В любом случае, я увидел его и понял, что мне крышка. Я просто побежал вокруг здания, пошел и спрятался под лестницей, а они пришли и схватили меня. И это было последнее воспоминание. Но это был первый эпизод, а потом он стал больше связан с миссией. Но я не знаю, что в каком возрасте я был, или как это произошло, или где это, вероятно, была Земля. Я не знаю. Кое-что, о чем люди мало говорили, это то, что сексуальное насилие, это то, как они активируют наши способности СИ в этих программах. Так бывает со всеми нами, мужчинами, женщинами, со всеми нами. Все были изнасилованы или еще хуже, верно? И это Тони говорил об этом. Обычно я упоминаю об этом вкратце. У меня был близкий друг бизнес-консультант, который сказал мне, что когда женщины говорят об изнасиловании, это означает, что они хотят большего. И поэтому я стараюсь избегать этого из-за этого, верно? Мы можем полностью сменить тему, но для аудитории важно знать, что это общий опыт, который есть у всех нас. Все мы, участвующие в этих программах, прошли через это. Так и есть, и это также то, что элиты делают со своими собственными детьми. Да, они ухаживают за ними с первого дня. Да, и это. Вот почему это там. Это у них в крови. Да, это там. Это буквально заложено в их ДНК и в конечном итоге передается по наследству. Это не значит, что они такими рождаются. С ними это сделали, верно? Но вы понимаете, о чем я говорю? Как будто это все, что они знают. Как я уже слышал. Я слышал, что одна девушка, занимавшаяся сексом, всю свою жизнь была объектом сексуальной торговли. Она сбежала и каким-то образом оказалась на шоу доктора Фила. Я просто помню, как смотрел это, и он пытался понравиться, задавал ей вопросы, а она, «Вы счастливы, что сейчас уходите?» Она такая, «Нет, я скучаю по этому», как будто это было все, что она знала. Она не знала ничего другого. И она такая, «Она действительно скучала по этому, потому что была зависима от этого». Вот как все запутывается. Люди не знают ничего другого. Если вы больше ничего не знаете, это становится для вас нормой, верно? Верно. И так, и после этого им нравится, что следующим, кого я помню, был я. Это было похоже на то, как я спал. Я думаю, это было похоже на отзыв, я думаю. Но я был где-то на задании. Я был. Я знаю, что моя работа заключалась в том, чтобы войти в это здание, похожее на землю. Зайдите в это здание. Это было над землей, чтобы что-то передать тому, кто это был. Итак, я вхожу в здание. Я поднимаюсь по лестнице. Как только я вхожу в комнату, там больше людей, чем я ожидал. И я помню всех. Я не знаю. Я знаю, кто они, но я не знаю, кто они такие. И я помню, как подумал, «О черт, я попался». Как будто этого парня здесь быть не должно. Это похоже на то, а я такой, «О черт, я попался». Итак, есть две вещи. Я убегаю или я сражаюсь с этим парнем. Я не знаю. Я только что вспомнил. Поэтому я просто сорвался с места и побежал обратно из комнаты, обратно вниз по лестнице. Но вместо того, чтобы идти тем путем, которым я пришел, я вошел через заднюю дверь этого здания. Я хотел выйти через парадную дверь, но все было как будто заперто на цепи, и все такое дерьмо. И я как будто в панике пытаюсь отпереть эту дверь. И я открываю ее, а там чернокожий офицер, который я не думаю, что он на самом деле был офицером, но он был одет в офицерскую форму. И как только я открыл дверь, он уже как будто бежит ко мне. И прежде чем я успел что-то сказать, как будто я был готов сказать, «Чувак, я сдаюсь». По сути, я сдаюсь полиции. Он подхватывает меня и перекидывает через плечо. В то же время он тычет мне чем-то в руку прямо здесь, что полностью вырубило меня. Это сделало мне прививку, и я помню, как после того, как он ударил меня ножом, я подумал про себя. Я пытался сказать, что вы не должны этого делать. Но я даже не мог этого сказать, потому что это действовало. Иначе вам не пришлось бы этого делать. Но я не мог этого сказать, потому что это действовало так быстро. А потом я проснулся и не сразу вспомнил об этом. Я проснулся как в тумане и спрашиваю, что только что произошло. И я начал думать об этом, прокручивать это в голове, и я снова заснул. А потом утром я проснулся и совершенно забыл об этом. И я помню, что шел в магазин или что-то в этом роде, и я такой, я такой, почему у меня так сильно болит рука прямо здесь? Мне показалось, что меня укололи, как будто мне поставили капельницу. И как только я подумал про себя, что мне показалось, будто у меня в руке капельница, все вернулось. Я такой, о боже, это было по-настоящему. Это моя рука так болела примерно два дня прямо там. Точно так же, как если бы вам когда-нибудь ставили капельницу, а потом ее вытащили. Это действительно похоже на слабость и боль. Это точное ощущение, как будто меня прокололи иглой. И это было похоже на то, что это действительно был первый раз. Я такой, подождите, так это что? Это происходит прямо сейчас? Это похоже на обескровливание клона? Вот чего я до сих пор не знаю. Как это работает? А как я могу почувствовать физические последствия того, что произошло? Как на задании? Я не знаю. Может быть, вы можете что-то добавить к этому? Я думаю, что иногда нас действительно забирают физически, и наши воспоминания портятся. Я знаю, что меня уже некоторое время никто не забирал. Это было похоже на то, как только я соединилась со своим Высшим Я, они перестали быть в состоянии принять меня. Но перед этим я просыпалась и видела красный круг в темноте в моем коридоре. Большой круг, и из него будут выходить люди. И он будет одет в черную униформу без опознавательных знаков. А я лежу рядом со своим партнером Лу, и он храпит бревнами. И я такая, хорошо. И у нас есть две кошки, и они храпят как бревна. Как вы и сказали, конец вашей собаки был предопределен. Да, именно так они себя и вели. И я не совсем проснулась, но я помню, что видела красный круг и входящих людей. И я знаю одного из этих людей, который входит в эту команду, верно? Она не говорит об этом, потому что думает, что все сотрудники СП возненавидят ее, а некоторые из них возненавидят. Но это ее задание там, точно так же, как у нас есть свои задания. И поэтому это ее работа прийти. И у нее есть полная память, так что она точно знает, кого она подобрала, а кого нет, верно? Так что иногда я спрашиваю ее, реально ли то-то и то-то. И она скажет, я никогда не встречала этого человека, верно? И поэтому я избегаю брать у них интервью, верно? Да, я не, как я уже сказал, я не претендую на участие ни в одной программе. О, я знаю, ну да, но она говорит, что они должны послать четырех человек, чтобы забрать меня, потому что даже под действием успокоительного я буду бороться с ними. Правда? Да, я видел. Я действительно просто, блять, не хочу идти, верно? Я видел других людей в некоторых отзывах. Одно из них было очень кратким, но я был. Я был в очень, я бы сказал, я бы позвонил, как маленький дротик, как маленький корабль, который привезли обратно в мой дом в старшей школе. Как будто это воспоминание. Как будто я был на корабле, и они везли меня. Мне нравится летать. Я помню, как подлетел к своему дому, как будто с высоты птичьего полета, и за рулем был Иоганн Фритц, а чернокожий джентльмен, который, как я позже узнал, мог быть Франклином. Я действительно не знаю. Как будто это только то, что мне кто-то сказал. Я не знаю, так ли это, но я видел его. А потом еще одно, еще одно воспоминание. Я видел Мишу Джонсона. Если вы ее знаете, я ее где-то видел. Я останавливалась в ее доме. Действительно хорошо, она хороший человек. Да, она мне нравится, но я тоже видел ее один раз. И я просто такой, как все в этом сообществе, в этом, как все эти люди, что мы все на каком-то уровне работаем вместе. Это действительно интересно. Мы либо работаем вместе, либо находимся на противоположных сторонах, сражаясь вместе. Одна из вещей, которую общественность не понимает, заключается в том, что одни и те же люди похищают всех нас и распределяют по этим разным группам. Значит, это не значит, что вы злой, если вы один или другой, верно? Мы все, мы все жертвы. Вас точно назначили. И то, что вас назначили к тому или иному, не делает вас плохим человеком. Это просто то место, куда вас правильно назначили, и большую часть времени вы, вероятно, делаете то, чего все равно не хотите делать. И это то, что я заметил. Некоторые люди не знают, как отделить, например, сферу СП от человеческого тела, например, человеческую форму, и вот так, как будто это и есть человек. Вы не можете любить, злиться на этого человека за какое-то воспоминание, которое у вас было как в программе, потому что это совершенно не связано. Они этого не делают. Даже они сознательно не осознают, что делает эта версия их самих. Так что я не знаю. Может быть, так оно и есть. Может быть, это и не так. Именно так я это и вижу. У некоторых из них есть осознанность, у некоторых нет. Большинство присутствующих здесь людей из службы безопасности даже не помнит, что были там. У них просто есть странности, которые они не могут объяснить, верно? Это то, что было у меня в течение десятилетий, прежде чем мои воспоминания были восстановлены. И когда он был восстановлен, у меня была эта загрузка, этот большой кусок памяти, и все это было на немецком языке, верно? Это очень интересно. И у меня были настоящие воспоминания, но все говорят по-немецки. Я не знаю, о чем они говорят, верно? Я начал. Я действительно начал получать больше реальных вещей, и я действительно смог найти два здания, которые я видел в воспоминаниях в реальной жизни. Я пошел и нашел их. И тогда я действительно начал собирать этого едино. Хорошо, я даже не могу больше притворяться, что ничего не происходит, потому что я только что нашел эти два здания, в которых я был несколько ночей назад. И это был завод Боинг в Иллинойсе. И это было в моем воспоминании, в моей памяти. Я был, была середина ночи. Меня отвезли туда. Мы в черном внедорожнике. Там был еще один черный внедорожник. Я не знаю, я знаю, кто был один из людей, которые были со мной, но я не буду называть их имени. И они привели меня. Мы припарковались в этом здании. На этой стоянке было двое. Там были эти два здания. Я помню их очень живо. Вот как я вообще смог их найти. И они отвели меня обратно в подвал и проверяли меня. Как проверка. Они хотели провести несколько тестов, чтобы узнать, каковы мои способности. И это действительно долгая история. Но в итоге я нашел эти здания, потому что все мы. Потому что кто-то после конференции позвонил мне и сказал, что это было. Большое вам спасибо за то, что надели это. Это изменило мою жизнь. С тех пор у меня все это время всплывало. И он рассказал мне кое-что, что он помнит с завода Боинг, из здания Боинг. И я подумал, как только он это сказал, я не знаю, как я узнал, но я знал, что те здания, в которых я был, были Боинг. Итак, я вышел в интернет. Я гуглю Google Yours. Как угодно все. Боинг. Я живу в Миссури. Потом я нашел это в Иллинойсе. Я такой, до этого всего 45 минут езды. Я ухожу. Я поехал туда. Я такой. Срань Господня, вот оно. И там были даже некоторые детали, например, я помню в частности свою старую компанию, в которой я раньше работал в строительстве. Там были вывески, как будто они там работали. Я такой, это так странно, что у моей старой компании вроде бы была такая строительная площадка. Итак, когда я поехал туда, я встретил эти здания. Я вижу проезжающий мимо грузовик с мусорным контейнером на нем с названием моей старой компании. А потом я смотрю. Прямо по соседству со зданием, в которое меня отвели, находится рабочее место по строительству другого здания Боинг, которым является моя компания. Моя старая компания строила. Я такой. Хорошо. Значит, это такая мелкая деталь, которую я никогда бы не придумал. Да. И я такой. Что здесь происходит? Вы знаете, что здесь происходит? Это продолжается, по крайней мере, со времен Второй мировой войны. Да, верно. Возможно, это происходило и раньше, потому что в своих исследованиях я обнаружила, что американцы, пруссаки и русские царской эпохи вместе работали над исследованиями и разработками в 1800-х годах, и они создали основу для многих вещей, включая контроль сознания и все, что придумали немцы во время Второй мировой войны. Эс. Все это имело свои основания в этом. Это трио стран, работающих вместе над исследованиями и разработками, верно? И это было там. Примерно во время нашей гражданской войны произошел гигантский скачок вперед. И все это было исследованиями и разработками, которые эти три страны проводили вместе до этого, верно? Итак, вся эта технология намного старше, чем люди признают. Они хотят, чтобы все началось во время Второй мировой войны, а этого не произошло, верно? Я полагаю, мы говорили об этом в нашем подкасте. Я думаю, что это уходит корнями в далекое прошлое. Да, это так. Да, очевидно. Я пыталась отследить. Хорошо. Я писала книгу о том, почему немцы отправились в космос. Где они взяли технологию, чтобы сделать это? А откуда они взяли оккультную информацию для СС, частью которой я была в космосе? И я была. Хорошо, меня учили в шуле на Марсе. Но ради этой книги я пыталась проследить это через реальную историю. Потому что если они говорили правду в шуле, здесь должна быть запись об этом, верно? Вот и все. Я совмещаю исследования с запоминанием. Хорошо. Так вот, какую книгу я пишу? Я с нетерпением жду этого. Определенно. Так что я не знаю, может быть, вы сталкивались с чем-то подобным раньше или нет. Но когда они вели меня в подвал этого учреждения, они привели меня в эту комнату, и там была куча людей по периметру. Как там было, вот так. Это был полностью металлический пол, и он был как бы сегментирован, как квадраты красного, желтого и черного цветов. Как та предупреждающая лента, на полу. И там был каждый человек. Вокруг были люди. Как будто они готовятся провести ритуал или что-то в этом роде, верно? И мы вошли. Я вхожу в комнату с этими парнями, и они подходят к этой даме, которая, очевидно, отвечает за все, и она такая. Хорошо. Любой, на ком нет маски, должен немедленно покинуть комнату. И я не ношу маску. Так что я такой, со мной никто не разговаривает. Я такой, наверное, это был бы я. Я единственный, кто без маски. И так я разворачиваюсь и начинаю выходить, а парень идет к Тайлеру, и он такой, не вы. И я возвращаюсь. Я такой, хорошо, так что он. Он надевает вот такой полный защитный костюм. Полный защитный костюм. Все остальные носят эти маски для лица, чтобы защитить их, как хотите. И он открывает этот люк на полу и поднимает эту канистру. И есть такая штука, похожая на робота-паука, похожего на искусственный интеллект. Но это было как бы наполовину органическое вещество. Это было как в этой жидкости, и они как бы держали ее там. И у него были такие щипцы, и он открыл его. На нем был костюм, и он вытащил эту штуку. И как только он открыл его, и он попал в эфир, он испустил такую частоту, которая выровняла всех. Они все упали на колени. Никто не мог устоять. Это было так тяжело, но я был. Я единственный. Как будто я чуть не упал. Но я был так хорошо знаком с этой частотой, так как много раз подвергался нападениям, и был парализован, и учился как из этого выйти. Что я научился сопротивляться этому на самом деле. И я встал, и все смотрели на меня, как будто я был каким-то богом или что-то в этом роде. Потому что я не спускался. И я сразу же понял, что именно это и происходит. Они проводили тестирование, чтобы посмотреть, как я отреагирую на эту штуку. Итак, он отпускает эту штуку, и она начинает буквально парить, как в воздухе, как будто просто всплывает в комнату, и я не знаю как. Мне нравится фиксироваться на нем, и я начинаю как бы левитировать с этой штукой. Я действительно начал парить, взлетать, и я оказался лицом к лицу с этим. И эта штука готовится к тому, что она становится больше, и морфий, и она готовится фактически убить меня. Вот почему я чувствовал, что это ужасно. Если бы вы могли, опишите, что такое дьявол или сатана в энергетической форме, вот на что это было похоже. И все были словно пригвождены к земле. Никто не мог встать. И я здесь-здесь в воздухе, и я просто протягиваю руку и типа зажигаю эту штуку. Я не знаю, как я это делаю, и эта штука просто распадается. А потом я плыву обратно вниз, и все смотрят на меня так, как будто я нео или что-то в этом роде из матрицы. И я понятия не имею, что я только что сделал. Но что-то сработало, и я знал, что делать. И сразу же они отвели меня в сторону и сказали, «Вы отправляетесь на задание». И они послали меня на задание, которое я не помню. От А до Б я только что оказался в этом учреждении. Это было похоже на старый заброшенный торговый центр. А вот здесь я видел торговый центр. Многие, очень многие люди помнят заброшенный торговый центр. Правда? Да, одно из недавних интервью, которые я давала Джозефу Пауэллу, и, возможно, Мэтту Трейси, было с ним. Они говорили об этом. Они выяснили, где находится торговый центр. Это на Земле. Это было похоже на Землю. Все, что я делал, насколько я помню, было на Земле. Но оно не все, а самое главное, самое заметное. В любом случае, когда я добрался туда, я вот почему увидел Мишу Джонсон, и у нее был пистолет. И там уже была целая команда, и они сражались с тем же самым, что я только что уничтожил на том объекте. Эти штуки плавали вокруг этого торгового центра, и там была команда в специальном костюме, я думаю, чтобы это не повлияло на них. Но я мог бы сказать, что их оружие было почти бесполезно против этой штуки. Вам нужно было понравиться, точно нацелиться на это. Итак, они послали меня забрать эти вещи, и я просто сразу подумал, что на мне не было брони, или костюма, или чего-то еще. Потому что костюм фактически заблокировал бы меня от того, что я сделал бы. Я знал, как взять это, перевернуть и использовать для левитации. И я прошел через это и типа уничтожил эти штуки, и очистил все помещение примерно за несколько минут. И они это сделали. Они не могли противостоять мне или что-то в этом роде. Я знаю, это звучит невероятно безумно. Это именно то, что я помню. Я не говорю, что я какой-то сам по себе. Само по себе. Это звучит невероятно. Но как часть совокупности показаний, которые я слышала, вы находитесь прямо в середине категории, верно? Не могу вам сказать. Этим занимается больше людей, чем вы думаете. Я верю в это. Я не знаю. И тогда это то, что я пытался выяснить. Это происходит сейчас? Это воспоминания из прошлого? Это похоже на параллельную реальность? Я такой, что здесь происходит? Да, нужно много времени, чтобы осознать это. Я... Я слышу людей, которые думают, что это виртуальная реальность. Но я думаю, что во многом это связано с тем, что они просто не хотят верить, что нечто подобное возможно. Я тоже так думаю. И я видел, как люди шли на крайние меры, пытаясь что-то опровергнуть. И вместо бритвы окома иногда самый простой ответ — это это. Количество. Самый простой ответ заключается в том, что это то, что действительно происходит, и мы не можем это объяснить, верно? И учитывая количество усилий, которые люди прилагают, пытаясь что-то опровергнуть, было бы намного проще просто принять то, что это возможно. Да, после того, как ее взяли в красное кольцо, которое, как я полагаю, является технологией персонального портала. Так что я знаю, что это тоже реально. Я не знаю, откуда я знаю, но я всегда чувствовал, что есть технология персонального портала. Да, да. Я полагаю, что это технология личного портала, которую они использовали, чтобы прийти за мной. И если они смогут вычислить координаты, они могут доставить вас в любое время и в любое место, верно? Интересно. И это автоматически означает, что они могут вернуть вас туда, куда они вас забрали, независимо от того, куда они вас забрали. В то же время, да, и говоря о том, что это так фантастично, вспоминая, как я бы просто, я бы в какой-то момент списал это со счетов, или это реально. Но тот факт, что я пошел и нашел эти два здания, я такой. Хорошо, если здания настоящие, неужели все остальные воспоминания тоже должны быть реальными? Даже если это звучит безумно, да, это то, что те из нас, кто испытывает это, должны понять сами. Это было на самом деле, или это было? Это была виртуальная реальность, или это было похоже на галлюцинацию? Но мы должны. Мы должны справиться с этим сами и со всеми этими другими людьми, подбрасывающими нам идеи. Дело доходит до того, что я не знаю, как вы, но я чувствую себя оскорбленной, потому что я. Мои воспоминания были активированы в 2013 году. Я была. Я занимаюсь этим почти 10 лет, разбираюсь, провожу исследования, слушаю, кто еще испытывал подобное. И имею дело со всеми этими людьми, которые пришли ко мне, думая, что я могу их исправить. Извините, ребята, вы должны привести себя в порядок, верно? Но в то же время я слышала все эти истории, так что я вроде как знаю, что такое континуум. Да, и вы находитесь прямо посередине. Это то, что я слышала раньше, но не с теми же подробностями. Но вы знаете, я не думаю, что вы сумасшедший. Вот в чем дело. Итак, я... У меня была куча сеансов с чоннелерами, экстрасенсами и ликхт. Все это. Итак, я получил всю эту информацию с тех сеансов, о которых я даже не говорю, потому что они только что прошли через сеанс. Но я этого не делаю. На самом деле я этого не помнил. Это просто материал, который прошел через сессию. И типа, это невероятно. Если бы я рассказал всю эту историю, если бы она была реальной, это звучало бы совершенно дико. Но у меня даже нет ничего, что могло бы подтвердить это или подтвердить это, кроме того факта, что это то, что произошло на этом сеансе, или это то, что сказал мне чоннелер. А я нет. Я отношусь к этому с недоверием, пока это не подтвердится. Итак, все, чем я делюсь, это мое собственное реальное воспоминание, и оно не прошло через сеанс. Мне об этом не говорили. И я тоже иногда вижу, как люди это делают. И я такой, вы помните это? Или это произошло во время сеанса? Итак, есть что-нибудь, чем я поделился в памяти? У меня было три регрессивных гипноза. Первой пришло сообщение, что моя ДНК была модифицирована группой, которая называла себя военными лабораториями. Хорошо, я понятия не имела, что это, черт возьми, было. Итак, я провела кое-какие исследования и выяснила, что это было предшественником ДАРПа. Так что же прошло через мой? Мой гипноз на самом деле подавался проверке, верно? И кое-что было. Кое-что действительно было подтверждено. Я такой, хорошо, теперь это то, за что я могу ухватиться и держаться. Сейчас. Первое, что у меня было, это куча расплывчатых вопросов о вещах, которые беспокоили меня в то время. Очень мало из этого имело отношение к СП, верно? На самом деле, это было единственное, что вышло, что было связано с СП. Но я сделала анализ ДНК в Энсистре, и в нем есть два фрагмента, которые выделены серым цветом, потому что они не смогли их идентифицировать. Да, я никогда этого не делал. Все дело в том, чтобы попробовать это сделать. Я сделала это по медицинским показаниям, потому что хотела знать, что я ношу с собой, чтобы мои дети были в безопасности. Но вы знаете, это было, это было. Для меня это было действительно странно, потому что в ДНК предков были те два фрагмента, которые они не смогли идентифицировать. Это не совсем подтверждает то, что сказал гипноз, но в то же время делает это правдоподобным. И второй гипноз, который у меня был, был с Джеймсом Рингом. Он нанял художника и хотел, чтобы я помогла художнику нарисовать его, что я и сделала. Третья была похищена инопланетянами, и два моих алтаря были уничтожены в процессе, и гипнотизер помогал мне восстановить их воспоминания, верно? И это то, что я уже сделала. И оказалось, что воспоминания почти все были звездными картами. Интересно. Что для меня интереснее всего, так это то, что произошло после конференции. И вдруг, с тех пор, как у меня появились эти воспоминания, я клянусь, не так, как будто это может быть паранойей, но как будто что-то происходит с кем-то, как почти. Вы чувствуете, что на вас нацелены или за вами наблюдают. И это началось. Это началось именно после того, как мы взяли у вас интервью, и вы были. А в шоу, о котором мы говорили, вы были. Вы слышите, как Лу смеется? Мне очень жаль. Мне очень-очень жаль. Нет, все в порядке, но целились в меня. Это не было так ужасно, но они как будто дают вам знать, что они, что они наблюдают за вами. Итак, я помню, как вы говорили о кодах запоминания и все такое прочее. Итак, я иду в парк, где я всегда гуляю. Это старая заброшенная заброшенная военная база Джефферсон Казармы. У них есть трехмильная трасса, по которой я обычно хожу пешком. Есть одна область, где есть законный портал. Я не шучу, это звучит безумно, но я действительно видел, как тень становится товаром. Я нисколько в вас не сомневаюсь. Это старая тюрьма коренных американцев времен гражданской войны. Они бы так и сделали. О черт, да, но я этого не делал. Я бы так и сделал. Я бы пошел и пошалил у этого портала, потому что, как вы можете чувствовать энергию, и вы видите эту странную рябь, если вы войдете в эту комнату. Это похоже на все, что происходит в этом бункере в лесу. Как будто вы почти даже не знаете, что он там есть. Но я такой любознательный. Интересно, смогу ли я когда-нибудь навестить вас? Я хочу увидеть это место. О, вы можете. Я отвезу вас прямо туда. Я был. Мне посоветовали не возвращаться туда, потому что это очень негативно. Но в любом случае, я осматривал окрестности и зашел в эту комнату, и как будто все вокруг покрыто рябью, и этот человек-тень. Как будто человек-тень выходит из этой штуки прямо мимо меня и просто исчезает. И у меня появилось это по-настоящему жуткое чувство. И я вышел оттуда. Итак, я вернулся на тропу, иду и вижу этого парня, который выглядит как стереотипный федерал, но, вероятно, это не так. И у меня только что было интересное. У него был наушник и все такое. И он проходит мимо меня, а потом я закончил. У меня было все, но я забыл о нем к тому времени, как добрался до трассы. А потом я попадаю в эту область, где время от времени появляется что-то вроде тренажеров. И там точно такая же маленькая стена, на которую вы взбираетесь и спускаетесь обратно как треугольник. Там была одна девушка, маленькая девочка. Я мог видеть ее путь на расстоянии, просто стоя на вершине этого треугольника, на вершине этой какой-то лестницы. И я думаю про себя, где ее родители. У этой девочки должны быть родители. Где они находятся? Иначе эта маленькая девочка никак не могла бы потеряться. Я не знаю, ей нужна помощь, как хотите. Да, я подхожу все ближе. Я такой Ширли, ее родители не за горами. Как хотите. И я подхожу к ней вплотную, а родителей нет. Вокруг никого нет. Она просто стоит на вершине этой штуки. Это самая странная вещь. На ней что-то вроде черной маски от ковида и шляп на розовой куртке. Ей, может быть, одна тысяча одиннадцать, и она смотрит на меня и говорит «Привет». И я такой «Здравствуйте». И она начала говорить, я думал, она говорит по-немецки. Я не знал, что она говорила. Она начинает говорить «Ботанический сад Венди в Миссури». «Ботанический сад Венди в Миссури». «Ботанический сад Венди в Миссури». Снова и снова. И я просто такой «Вау». Я был такой, что «Что вы говорите?» «Я не слышу вас в маске». И вы говорите так же, как я. Я такой «Я не слышу вас из-за вашей маски». А она ответила «Ботанический сад Венди в Миссури». А я сказал «Ботанический сад Миссури». И она сказала, что «Ботанический сад Венди в Миссури». И единственное, что мне пришло в голову, это запомнить код. Я такой «Это так странно». и тогда это так сильно меня удивило, как будто я продолжал идти а потом я даже не подумал о том, есть ли у нее еще родители или нет потому что я был так сбит с толку, и это просто выводило меня из себя я такой, я не знаю что это было, это самая странная вещь я возвращаюсь к своей машине, которая кстати была заперта и все мое сидение было откинуто назад и откинуто назад но никто не рылся в моей машине, и она была заперта, когда я добрался до нее я не знаю, как это произошло, так что я такой, я такой, ладно, кто-то издевается надо мной в ту ночь, это было 2 марта, я помню ту ночь, когда я пришел домой, и это было 1 числа приятной ночи, я помню, что даже выходил на улицу и смотрел на звезды, и я готовился смотреть фильм я такой, нет, знаете что, я собираюсь пойти и посмотреть на звезды и я иду, ложусь на свою палубу, смотрю вверх, и как в сцене из фильма вижу, как прямо над моим домом летит черный треугольный летательный аппарат ТР-3Б низко, совершенно бесшумно я встаю, я в приподнятом настроении, я такой, о боже, я не могу поверить, что вижу это как будто мы всегда видим эти маленькие штуковины в небе но вот это физическое судно у него было 3 огонька, но это было все в центре ничего нет и я наблюдал за ним, и он взлетел и это как бы немного накренилось, пока я больше не мог этого видеть и это был просто самый безумный день а потом, с тех пор, как тогда, внезапно у моей собаки начал пропадать ошейник как никогда в течение многих лет она никогда не теряла свой ошейник это никогда не снималось значит, у нее пропал ошейник поэтому я купил ей новый ошейник этот ошейник пропал, и это просто похоже на то, что здесь что-то происходит и в любом случае, да? мне жаль, что я привлекла к вам их внимание я не знаю, были ли это вы, но это было определенно справедливо и там тоже было другое маленькое странное дерьмо но тогда, тогда вам действительно нужно начать проводить расчистку и защиту потому что, знаете, происходят такие странные вещи и это все еще происходит я держу жалюзи на переднем окне закрытыми потому что другое здание не доходит до конца а за ним насыпь и там постоянно припаркованы машины и обычно в машине кто-то сидит с биноклем, верно? да, а по другую сторону этой стены есть дорога а на другой стороне есть широкое пятно компаний Pacific Bell не было с 90-х годов потому что Pacific Bell заработала много денег и они купили AT&T и сменили свое название на AT&T но большую часть прошлого года там стоял грузовик Pacific Bell пока однажды Луни подошел к нему и не сказал да, нет если вы собираетесь быть там все время вы могли бы немного потрясти себя чтобы иметь возможность делать перерывы что они сказали? они только что заглянули и мы больше его не видели правда? да, это так что-то в этом роде это дико что-то в этом роде а еще есть вертолет который пролетает каждую ночь примерно в 3 часа ночи о да, никакого несчастного случая не было я имею в виду я мог бы продолжать приводить примеры но что касается воспоминаний есть еще один, который вероятно был самым значительным хорошо, я хочу это услышать что я так это и есть я остановился на озере Озак я занимался строительством на стороне и я был там со своим отцом и мы были в кондоминиуме я не мог уснуть всю ночь это были действительно странные энергии а потом, когда я наконец заснул я помню как проснулся как будто не знал, что произошло как будто он только что почувствовал, что вы ушли и я был такой я был такой, о боже мой и я все вспомнил например, где я был я был на этом объекте, который снова казался похожим на Землю это было над Землей мы были внутри это было похоже на Академию это похоже на Космическую Академию это очень похоже на то, что было и там были все эти новобранцы как будто мы все были в этом районе дислокации что угодно и я помню, что я никого не знал но мне понравилась одна из девушек, которые там работали одна из девушек, которая там работала сразу же подружилась со мной как будто это был первый день в школе и вам просто нравится этот единственный человек, с которым вы связываетесь, верно? и там есть эта девушка ее звали Эйприл, и мы только начинаем я действительно не помню разговора но я просто помню, как разговаривал с ней а потом они такие хорошо, они дают нам они пришли и принесли всем эту оранжевую униформу полностью оранжевый цвет выглядел как НАСА, как униформа астронавта отчасти может быть, но я не знаю и я помню, как мы все надели их, думая, что мы крутые парни потому что это был первый раз, когда мы были там представьте, что если бы вы просто оделись в какую-нибудь военную форму и посмотрели в зеркало, вы бы чувствовали себя довольно круто вот на что это было похоже и они сопроводили нас всех вниз и они поставили нас в две шеренги и мы ждали, чтобы войти в эту комнату я не знаю, что там было и та девушка, которая там работала она ходила вокруг да около и она была я мог бы сказать, что ее работа заключалась в том, чтобы ухаживать за любым из новобранцев если кому-то что-то понадобится и у нее была как эта парящая тележка на самом деле у него не было колес но он парил и над его головой была что-то вроде голографической таблички с ее именем это точно так же, как сказала Эйприл если вам нужна помощь и она проходит мимо меня и говорит вы же не подписываетесь на это, не так ли? я такой, есть ли у меня выбор? и она такая, да она такая, не делайте этого она как будто смотрит на меня с самой настойчивостью, которая когда-либо была в ее глазах она такая, но в то же время я мог сказать что на самом деле она не должна была разговаривать со мной потому что она как будто пыталась не прекращать двигаться а она такая, не делайте этого у вас есть выбор поверьте мне, вы не захотите туда идти бла-бла-бла и я такой, и я такой, уже слишком поздно как будто я уже здесь и делаю это а потом они переступают через этих других парней и я даже не помню, что это за форма. Просто подойдите, и они вручат мне еще двум людям синюю униформу. Вот вы, ребята, получите это и кое-что другое. Итак, несколько новобранцев и несколько новобранцев. Некоторые люди, которые, казалось, были там несколько раз, и типа не добрались туда. И они такие, о, они начали делать перед нами, о, у вас мешковатые штаны. Вы получите мешковатые штаны. И поэтому мы надели эту униформу или что бы это ни было. На самом деле они не были утомлены. Они выглядели как старая военно-морская форма времен Второй мировой войны, с очень мешковатыми штанами, например, с расклешенным низом. И это то, о чем они говорили. Брюки выглядели нелепо. Я помню, как посмотрел вниз и увидел просто здоровенную ногу. А потом они сказали, о, у вас мешковатые штаны, как хотите. Итак, они привели меня и двух других людей в синим наверх, в эту приемную офиса, которая находится над землей, как окна. Это было офисное здание, и они привели нас в эту комнату ожидания, и мы сидим там и понятия не имеем, что я делаю. Этот парень открывает дверь, как будто это кабинет врача, и он такой, как Тайлер, и я такой, да, он такой, следуйте за мной. И он ведет меня по этому коридору. Я помню этот коридор, потому что он похож на офисные здания, над которыми я работал в строительстве, например, ковровая плитка, резиновое основание, белые стены и двери. Например, маленький боковой свет рядом с ними, как хотите. Итак, мы приходим в эту комнату, и в этом кабинете находится куча парней в костюмах. Парней гораздо больше, чем должно быть. И там за столом сидит один главный парень, и все они типа ждут меня. А они такие, мистер Тайлер, присаживайтесь. И я сажусь в это. Это вращающееся, как компьютерное кресло. И вы знаете, как вы могли бы. Вы можете это отрегулировать. Я помню, что сел и отрегулировал его до упора, до упора, по какой бы то ни было причине. Я просто помню, как делал это, и они начали спрашивать меня. Итак, в углу комнаты стояла эта кукла. Там была медсестра. Это было похоже на эту куклу, переодетую медсестрой. И он сказал, что это похоже на матрицу. Когда он похож на мистера Андерсона, он продолжал называть меня мистером Тайлером. Он похож на мистера Тайлера. Если бы эта медсестра прямо здесь сказала вам, что будет дождь, но дождя так и не было, вы бы расстроились? Я такой, что. И он такой. Если бы она сказала вам, что будет дождь, а его не было, и вы ожидали дождя, а дождя не было, вы бы сразу расстроились. Я такой, это какой-то психологический тест или они что-то тестируют. Я знал, что должен сделать ставку. И тогда мне стало очень нравится наблюдать за тем, как я реагирую. А потом он такой. Позвольте мне предложить вам другой сценарий. Он такой. Если бы вы были фермером, и у вас был урожай, и метеоролог сказал вам, что будет дождь, а дождя никогда не было, вы бы разозлились на это? Метеоролог. Я такой, я не знаю. Как и я, я был такой. Да, я думаю, если бы у меня был сад, и не было дождя, и мой урожай погиб. Я думаю, я был бы расстроен. Как я только что, я помню, что так отвечал, и они продолжали спрашивать меня. Он продолжал идти. Он задал мне тот же самый вопрос, примерно десятью разными способами. Они были. Так что я такой, я просто продолжал отвечать на один и тот же вопрос, что черт возьми, все это значит. И тогда он приходит и надевает на меня защитные очки. На самом деле, я не помню. Следующее, что я помню, я думаю, что, возможно, рядом со мной был чернокожий парень. Я не знаю. Кто-то должен был вырубить меня или что-то в этом роде. Потому что следующее, что я помню, я был в этом кресле, но на мне были желтые очки. Очки, похожие почти на очки для плавания, но линзы были желтыми. А потом он такой, мистер Тайлер, вы умеете петь? И я такой, могу ли я спеть? Нет, я не пою. Он такой, о, это мы еще посмотрим. И они включили это караоке-видео со словами, идущими снизу, и они хотели, чтобы я подпевал ему. И я отказался подпевать ему. И хотя я хотел петь, как на самом деле, это было действительно странно. Я чувствовал, что просто хочу начать петь, но я боролся с этим. И я боролся с этим. И я смотрю это видео. Это похоже на пару, на танец и на песню о любви или что-то в этом роде. И они хотели, чтобы я подпевал этой песне, но я этого не сделал. И он такой, хорошо? И он говорит, если я скажу вам это. И в то время я вспомнил, но я забыл, что он сказал. Он говорит, если я скажу вам это, это ничего для вас не значит. Нет, он уходит, для вас это ничего не значит. И повторил это снова. Я такой, нет, я никогда в жизни этого не слышал. И он говорит, хорошо, как насчет сейчас. И у них в СОУ все это происходит через дисплей в защитных очках. И он говорит, как насчет сейчас. И он начинает проигрывать то, что выглядело как фильм. Это были кадры, похожие на эту битву. И я сразу же подумал, о да, я действительно это помню. Я такой, подождите минутку. Это моя мечта. Я сказал. Они показывали мне один из моих снов, как будто я смотрел его как фильм. Я такой, мне только что приснился этот сон, примерно несколько ночей назад. Я помню это. Я был здесь. Я такой, подождите. Я такой, это был не сон. Это было реально. Я все время думал, что это был сон. Я просто продолжал говорить, что это было реально. Это было реально. И они продолжали спрашивать меня, помните ли вы это? Вы помните это? И я такой, да, я это помню. Но я был на земле, поэтому смотрел на это с другой точки зрения. Но я помню это конкретно. Я помню, как будто там была гора с головой обезьяны, вырезанной в камни, как будто из склона горы. Это было первое, что я увидел, и я вспомнил это из своего сна. Как и я, Тайлер, я помню, что мне приснился этот сон, и в этом воспоминании они как будто играют в него. И поэтому это очень похоже на космическую битву. На земле есть люди. Вокруг ходит что-то вроде этих маленьких суденышек. И был один, я не знаю, видели ли вы его, например, аватар, матрица, большая машина, внутри которой они сидят и могут управлять всем этим. Там был один из них. И во сне я действительно был таким на земле, как будто сражался с этой штукой. И они просто ставили фильм на паузу, перематывали его назад и вперед, спрашивая меня, как много я запомнил из этого сценария. И они просто проходили через все это, и я был действительно взволнован. Я такой, да, я помню это. Я просто не мог поверить, что это было на самом деле. Я такой, я думал, что это был сон. Я такой, это было по-настоящему. Где это было? И они мне не сказали. Но сразу после этого отзыв закончился. Я ничего не помню после этого, но я проснулся с полной памятью об этом. Я такой, на что, черт возьми, это было похоже. Я понятия не имею, но так оно и было. Это, это потрясающе. Бывали времена, когда мне снились такие вещи, о которых вы не знали, было ли это на самом деле или что-то в этом роде. И я заходила в одну из групп Фейсбук и спрашивала, не было ли у кого-нибудь чего-нибудь странного прошлой ночью. И мы бы сравнили записи. Но это было бы. Для начала это был бы действительно общий вопрос. И чтобы я не отравила горшок, верно? И большую часть времени было бы по крайней мере полдюжины из нас, которые видели бы это, видели похожие сны прошлой ночью. Так что в этот момент, как бы то ни было, это больше, чем я. И вы знаете этого человека здесь, когда вы, когда вы начинаете видеть, как 6, 7, 8 или более человек обсуждают разные темы, вы начинаете думать. Может быть, это было реально верно? Да. Да, на самом деле я этого не делал и никого не спрашивал, испытывали ли они что-нибудь подобное. Но я имею в виду, только я добавила вас в свою группу, чтобы вы могли спросить там, верно? Обычно я этого не делаю. Я не участвую во многих подобных группах онлайн только потому, что у меня нет времени на одну из них, и я всегда занимаюсь другими делами. Но в то же время, как будто я этого не делаю, я этого не делаю. Я просто поглощен этими вещами. Поэтому я просто пытаюсь отделить это от своего собственного. То, что я сделала, было потому, что мы с Лу живем в квартире, и соседи не особенно дружелюбно относятся к моим странностям. Мне пришлось создать онлайн-сообщество для моего личного здравомыслия. О, я понимаю это. Я понимаю это. Я выбрала именно эту группу. Это люди, которые либо реальны, либо поддерживают население. И никто там не собирается осуждать, верно? Это здорово. Да, это здорово. И я знаю, что если вы расскажете подобные истории не в том интервью или не в том месте, вас распнут. Они этого не делают. Людям просто так тяжело, и они говорят, «Эй, послушайте, я просто делюсь этими воспоминаниями. Я не утверждаю, что я кто-то другой. Я просто рассказываю вам, что произошло, что я помню, и это кажется таким реальным. Я могу отличить это от реальности». И вот тут-то я и нахожусь с этим. В итоге я блокирую по крайней мере одного человека в неделю на YouTube. По крайней мере, несколько недель. Дело не только в этом. Люди могут. Есть люди, которые монетизированы и которые буквально зарабатывают себе на жизнь, высмеивая нас. А да. И поэтому... Люди так сближаются. Люди сближаются из-за ненависти к кому-то. Да, это похоже на то, ребята, нам действительно тяжело с этим. Мы просыпаемся посреди ночи с криками. Или, по крайней мере, по крайней мере, я знаю. Я разбудила соседей. Это одна из причин, почему они меня не любят. Потому что я просыпаюсь посреди ночи от леденящих кровь криков. Это наши апартаменты. Восемь квартир. Итак, люди на другом конце здания просыпаются от моего крика. Значит, здесь настоящая травма. Считаете ли вы, что то, что случилось со мной, реально или нет? У меня все еще настоящая травма. Я чертовски раздражаю соседей. Проявите здесь какое-то сострадание, верно? Все, о чем я прошу, это чтобы вы сохраняли непредубежденность и проявили какое-то сострадание, которого у вас не будет. Вы же не собираетесь орать и визжать и говорить, что я мошенница или что мои гости мошенники. Те, кого я поймала, были мошенниками. Я сделала большие заметки на видео, верно? Да, все совершают ошибки, верно? Так что, конечно, именно так мы учимся. Все это часть дела. Я не претендую на то, чтобы быть совершенной или знать все. Я действительно расстраиваюсь, когда люди хотят взять этот трехмерный реальный опыт и превратить его во что-то религиозное. Это чертовски раздражает меня. Но мы все просто пытаемся понять, что с нами происходит, и люди, которые делают это с нами, изо всех сил стараются запутать ситуацию. Как вы и сказали, вы не помните всех деталей. Просто спросите любого, помнят ли они все детали из того, что они делали вчера. Как будто вы не можете, как будто вы не помните всего. Знаете что? Что вы ели на ужин два дня назад? Верно. Вы должны остановиться и подумать. А затем, как только вы вернетесь в эту энергию, тогда, как только сможете, снова начните оглядываться вокруг. А потом типа, о да, да. Но даже тогда есть вещи, на которые вы никогда не обращали внимания, которые вы не сможете вспомнить. Значит, так оно и есть. Я имею в виду, что да, да. Я думаю, что мне, вероятно, повезло, что архивариус ЦРУ решил выступить и проверить мои показания. Пока она занималась этим, она также проверила Энди Баджага. И когда мы проводили выходные в день памяти круглого стола в Монтауке, она подтвердила, что у всех участников этого конкретного шоу было на них досье. О, это действительно интересно. Я знаю. Во-первых, мне очень нравятся показания Эндрю Бишага. Мне кажется, это очень увлекательно. Да, так что теперь она исчезла с публичной сцены. Я надеюсь, что с ней все в порядке, потому что, похоже, с людьми, которые пытаются работать со мной, что-то случается. Надеюсь, с ней все в порядке. Да, да. Я не получала от нее вести с 1 июня. Да, я просто надеюсь на лучшее, я думаю. Так, у вас есть что-то еще, что вы хотели обсудить? Я мог бы о стольком поговорить. Я действительно мог бы. Это просто зависит от того, насколько сильно. А я вам еще не надоел? Нет, но мы заканчиваем примерно через полтора часа, и зрители, возможно, захотят сделать перерыв, чтобы мы могли перенести вторую часть. Я была бы более чем счастлива сделать это. Да, есть еще несколько вещей, которыми действительно стоит поделиться. Я думаю. Да, что у вас происходит, чем бы вы хотели поделиться? Как я знаю, вы это делаете? Подкаст «Путешествие истины», и в прошлом году у вас была конференция. Вы выпьете еще? Конференция была в мае этого года. Вообще-то в этом году. Да, это было в мае этого года. Возможно, мы делаем еще один. Все хотят, чтобы мы это сделали, если звезды сойдутся правильно, и мы пойдем дальше и нажмем на спусковой крючок. Но мы еще не решили. Что касается подкаста, да, мы не останавливаемся. Мы отошли от многих материалов СП и переходим к более духовным вещам, и мы просто сохраняем свежесть. Но у нас на подходе несколько интересных гостей, и это. Я не могу дождаться некоторых предстоящих интервью, так что просто следите за новостями. Вы знаете, что мы будем продолжать это делать. Кроме этого, у меня на самом деле больше ничего не запланировано. У вас есть веб-сайт? Просто подкаст датком «Путешествие к истине», и вы можете следить за нами на YouTube. Рамбл, Apple Podcast, Spotify выгнал нас с PayPal и Venmo. Они вышвырнули нас со своих платформ. Linktree уничтожил нас. Итак, но мы в основном на YouTube и Rumble, и все видео, которые помечаются с YouTube и удаляются, находятся на Rumble. И обычно снимаются только те, где мы говорим об очень актуальных событиях, например, когда вы раскрываете их повестку дня в реальном времени. Им это не нравится. А потом какие-нибудь медицинские штучки. Им это тоже не нравится. Итак, у нас было снято три видео для медицинской дезинформации, потому что мы говорим об альтернативном лечении и других способах, которые их действительно раздражают. Да, им это не нравится. Они хотят, чтобы вы увидели. У меня был один снятый для... Это было с конференции, на которой я выступала, и один из других докладчиков говорил о методах исцеления, и они записали это как медицинскую дезинформацию, верно? Или иногда даже киберзапугивание, которое мне больше всего нравится. И как это называется, киберзапугивание? Мы только что выпустили эпизод, когда неважно. Я опубликовала статью, в которой обвиняла людей в преступной деятельности. Я удивлена, что это не было помечено как киберзапугивание. Спасибо, что пригласили меня. Это было очень весело, и я ценю вас. Позвольте мне дать мне шанс поделиться своими историями. Привет, я рада, что вы пришли. Так что спасибо вам за то, что пришли, и спасибо зрителям за то, что вы слушали.